привет друзья сегодня такое коротенькое я надеюсь получится видео без монтажа я ничего вырезать не буду потому что не хочу и хочу чтобы вы видели какие-то эмоции если они будут у меня и в общем такое видео откровенное наверное откровенного характера и немножко информационная по поводу жорика что собственно случилось почему все так произошло если вы слышите шум это соседи ну я думала что все ушли на собрание но нет не всем я просто на даче и улизнулся такой момент когда можно было сесть в тишине поснимать но видите не совсем в тишине давайте чуток подвину вас чтобы было лучше слышно и не было лишний лишнего фона вот и собственно что я хотела сказать давайте наверное немножко предыстории я точно вам не скажу день когда я снимала видео ознакомительное про морских свинок моих но где-то весной по моему был запрос показать свинок познакомить вот и я снимала видео ссылочку я оставлю под видео под этим видео в описании кто не видел посмотрите пройдите может быть интересно будет и там я упоминала что и и люсинда и жорик они не совсем здоровым вот как уже потом в процессе жизни выяснилось они такими родились больным то есть то что у них что у них есть у нас есть у жорика было это врожденная болезнь и с этим ничего нельзя было сделать какие-то антибиотики и лекарства это только бы ухудшило положение либо улучшила но на короткий срок и может быть то что произошло оно произошло бы гораздо раньше вот поэтому у нас тут жарко поэтому извиняйте стараясь как-то охладиться вот и в общем начнем так скажем сначала да когда я снимала то видео потому что началось все ухудшаться именно после видео был такой удачный момент что я успела его снять жору и показать как бы познакомить вас с ним вот и на этом как бы все и закончилось поскольку но практически сразу после съемок он начал как-то сдуваться ситуация ухудшилась вот я не стала это все снимать потому что я уверена что вы бы мне писали вот ты живодерка ты издеваешься над маленьким животным ты не можешь там обратиться к врачу не можешь ему помочь ты издеваешься я уверена писали бы есть такие люди гравеные до которые вот вот они это любят не зная ситуации просто вылить на тебя ушат вот поэтому значит скажу что где-то наверно спустя два года как жора появился в нашей семье у него два может быть два с половиной года у него появилась первые первые признаки ну типа как аллергической реакции то есть как это проявлялось он сильно чесался кусал себя за бока за за грива как-то изворачивался было доходило даже что до крови кусал прям вот у него потом образовывались болячки и ну они как подсыхали до туда гимфа вытекала не подсыхали и потом просто такая коросты на этом месте шерсть не растет так и не росла со временем на месте этих болячек вот и мы носили его к ветеринару тогда выяснилось как раз таки то есть нам сказали что то что у него есть это врожденное даже дали справку но я с переездами не уверена что она сохранилась эта справка сейчас уже совершенно неважно есть она или нет эта справка вот в общем он родился таким и лечить это бесполезно поскольку болезнь врожденная исправить это нельзя можно либо как бы поддерживать его в нормальном состоянии да чтобы он жил более-менее полноценной жизнью но при этом он не проявлялась это болезнь либо потратить кучу денег на антибиотики и он точно также умер бы как он умер больным хрюндиком вот и в общем нам рекомендовали на то есть в плане каких-то лекарств антибиотиков нам ничего не рекомендовали использовать нет не было в этом смысла как бы знаете когда человек рождается с раком да ему говорят что вы так или иначе так или иначе умрете нет смысла лечиться вы можете только поддерживать свою жизнь в нормальном состоянии то есть вы это не вылечите ну и как бы вот такая ситуация то есть он такой родился его нельзя было вылечить вот и нам сказали что значит исключить весь промышленный корм то есть все что в коробках а вот эти вот витаминизированные витаминизированные палочки якобы да которые на палочку налеплены там с медом или с чем-то таким зернышки разные в коробках корма какие-то прессованные гранулы что-то такое в общем все что продается в магазине это все нельзя значит фрукты овощи какие-то там ягоды экзотические тоже нельзя то есть там бананы яблоки турецкие какие-нибудь помидоры там за ну вот вообще вот все такое только со своего огорода либо купленная где-то вот у бабушек то есть российского так производства вот и я побыстрее стараюсь просто чтобы не затягивать это видео а уже 7 минут вот в общем о чем я в общем нам запретили абсолютно все то есть он ел только сено личного производства так сказать мы самостоятельно заготавливали его с осенью овсянку самую дешевую там по 9 рублей пачка которая такая вот грызть ее нужно чтобы зубки стачивались и фрукты овощи которые мы старались покупать без каких-либо там восковых пленок то есть яблоки со своего огорода там траву со своего свежую там огурцы кабачки тыкву то есть все это как бы свое стараться его вот такими вот фруктами овощами кормить чтобы они были без каких-то напылений что ли всяких вредностей вот и в принципе жизнь его была неплохая и веселый задорный малыш до вот этого момента как только прошли съемки после этого он ему стало хуже я не знаю что именно ухудшило его состояние но он стал чесаться непрерывно грызть себя и вот ну это в начале было как-то ну так что вот он просто как будто бы там бложки появились то есть это ну вроде казалось что это нормальном состоянии потом стало хуже начали появляться вот такие вот не знаю струпины как их назвать то есть он до крови себя докусывал ну и бежать снова к ветеринару зачем если я знаю ну что это почему это произошло но может быть какой-то фрукт или овощи сработал может быть там пестициды в нем попались фиг знает может быть от жары вот от этой вот от влажности хрен знает от чего это могло произойти но вот как бы его состояние ухудшилось то есть активизировались вот эти вот бактерии которые на нем в нем не на нем а в нем жили вот и стало только хуже то есть буквально вот за пару месяцев он сдулся он похудел хотя ел все подряд но очень сильно похудел шерстка поблекла стала такая грубая уже не блестящая и последнее время она выпадала причем если какой-то вот период после чесания чесотки этой волосы выпадали да но не в таком количестве последнее время они выпадали просто пучками и даже не просто волосы а с ну с кожей прямо сходили от тела вот и если кому-то неприятно слушать потому что дальше будет еще более откровенно то можете перемотать перемотать на концовку там я расскажу как происходит как происходит все это дело более подробно не более подробно в общем сколько это все стоило и кто это делал вот и в общем то было просто страшно на него смотреть и жалко и я поискала информацию в интернете на каких-то ветеринарных сайтах почитала как можно это сделать самостоятельно но никаких гуманных способов не нашла поэтому единственное гуманное решение было это отвести его ветеринарную клинику чтобы его усыпили это было принято решение на семейном совете вот и как вам да это не дешево но смотреть как ваш член семьи мучается потому что зверушка которая прожила с вами там 5-6 лет это уже член семьи вот и смотреть как он мучается как ему больно и ждать пока он сам умрет это мне кажется более худшее издевательство чем как бы освободить его от этих мучений вот поэтому было решено отнести его ветклинику где боевые волосы пили собственно четверг я отнесла в ветклинику там было много моментов таких ну то есть врач его осмотрел спросил сколько лет но ему где-то 6 лет то есть он уже старенький уже возрастной и в общем то он сразу сказал что бы я понимаю ваше решение вот это единственное верное наверное потому что лечить здесь но нет смысла даже потому что он уже старт вот и значит он предложил мне варианты там допустим вы прощаетесь потом мы все делаем без вас либо вы прощаетесь мы делаем все при вас потом его уносим либо мы все делаем при вас потом вы прощаетесь в общем разные варианты я сначала просто хотела чтобы все сделали при мне и потом уже вы унесли чтобы я знала что все в порядке вот но естественно когда процедура началась вынули какие-то чувства да все-таки это близкий такой член семьи уже мы к нему привыкли и нахлынули чувства и я даже там немножко слезу протерла вот в общем как происходит ситуация врач вводит снотворное сильно действующее примерно 5-10 миллиграмм в пределах 10 миллиграмм вводится как это не миллиграмм это 5 куб 5 кубиков по моему называется 5 кубических миллиметров или до 5 кубических миллиметров значит ему велик 10 кубиков в ляжку заднюю переднюю ляжку ладно это уже нервозная мать и тогда пересказываешь который раз каждый вид спрашивает а как было вот в общем кололи в заднюю ногу в левую в область в область голени наверно то есть это не совсем ляжка и не совсем пятка такое среднем местом вот ждали то есть где-то я ждала наверно минут 15 он должен был успокоиться и заснуть то есть потерять сознание он сопротивлялся не хотел никак чтобы ему что-то не хотел засыпать он боролся за жизнь как мог но это была вынужденная мера поэтому я хочу просто чтобы вы поняли вот сделали ему повторный укол еще пять миллиграмм пять кубиков повторный укол после чего он где-то минут пять-семь еще пребывал сознанием и уже буквально последние моменты он несколько раз телом дернулся и все и обмяк потерял сознание все глазки не реагировали его взяли на руки и понесли собственно уже в операционную вот все предыдущее действие происходило в комнате осмотра в операционной я не присутствовала но как я понимаю то есть вводилась некое средство которое останавливает сердце почему его сразу не вводят то есть иначе животное будет умирать в мучениях как-то так поэтому его сначала усыпляют а потом уже вводят это средство и когда мне его уже принесли я попрощалась там прощай малыш прощаемый маленький жорик так и более наверно подробно если может быть кому-то эта информация будет важно делалось это все официальной клинике если нужно адрес я оставлю адрес той клинике где это делала я мы там часто бываем солисткой оставлю адрес в описании под видео в инфобоксе кто в москве живет может быть будет интересно или полезно значит для того чтобы провести инфа и в тональзе домашнего животного вам необходимо заполнить договор которым вы указываете свои персональные данные адрес прописки и паспортные данные также телефон контактный и значит в заявлении вы указываете что вы такой-то такой-то принесли животное такой-то породы если она есть такого-то возраста если вы примерно знаете или точно возраст такой-то клички имя до животного для того чтобы провести операцию процедуру эвтаназии по причине там допустим неизлечимой болезни то есть вы должны все это указать и в конце вы подписываете эту бумагу то есть там написано что вы не имеете никаких претензий врачу который делал процедуру и вы несете полную ответственность за то что вы сейчас делаете вот вся эта процедура мне обошлась в 1313 рублей поскольку у меня животное до 1 килограмма если животное больше килограмма там немножко другая сумма вот и еще момент можно после всего животное забрать домой и самостоятельно его похоронить для этого нужно запомнить еще одно заявление я не стала этого делать поскольку ну видя состояние жорика я просто не стала этого делать сейчас скажу значит врач когда его осматривал он сказал что это у него только что называется вот эта болезнь это подкожный дерматит в осложненной форме и когда ему делали укол снотворного я его гладила успокаивала там как-то с ним беседовала чтобы он расслабился чтобы он чувствовал что здесь ему можно что он здесь может доверять окружению и я прям чувствовала из переноски запах гниения то есть он уже кожа которая которая отвалилась шерсть она уже начала гнить и я просто подумала что ну забирать его нет смысла потому что ну мало ли какой-то куда я его примировать его не смогу а захоронить в землю а вдруг пойдет какое-то заражение земли все таки это бактерии в общем пусть будет все официально и надежно вот поэтому я решила не забирать его но для того чтобы забрать если вы хотите сами похоронить нужно заполнить еще одно заявление ну там нужно указать вот что вы такой-то такой-то адрес телефон паспортные данные что вы хотите захоронить животное самостоятельно и это заявление заполняется в двух экземплярах ставится официальная печать делать для того чтобы выйти из ветеринарной клиники вы просто животное не выбросили в контейнер вот хотя тоже это непонятно некоторые так делают увы но непонятно зачем как зачем это делать если ты от этого ничего не получаешь вот в моем случае я Жорик оставила там и его кремируют так что все нормально он отправился на радугу там у него все хорошо ничего не чешется его никто не кусает у него целая гора фруктов овощей свежей травы воды и он может бегать где хочет и он там счастлив я уверена ему стало легче поэтому я не знаю может быть отключу комментарии потому что мне не нужны какие-то осуждающие комментарии то там будет говорить что я сделала плохо мой малыш мучился и я не хотела смотреть как он умирает мучение вот так поэтому это было семейное решение и было решено так сделать это было вынужденная мера если бы не осложнение в болезни я бы этого не делал но так надо было вот поэтому спасибо всем за внимание я надеюсь что информация была полезной и может быть кому-то было интересно узнать вообще что произошло и почему так все внезапно и неожиданно вот и еще почему говорят отправились на радугу если кто-то не знает для владельцев домашних животных не знаю кто это сказал первым с кого все пошло но когда убирает домашнее животное не говорят умерла говорят отправилась на радугу и у всех по-разному у кого уплыла у кого улетела у кого ушло у кого отправилась вот так у нас и жора ушел своими лапками он пошел на радугу вот поэтому на радугу потому что там там красиво это вроде рая для животных поэтому говорят так вот ушел на радугу вот спасибо всем за внимание и берегите своих маленьких питомцев ведь они вам доверяют увидимся пока пока